Татарстанцев предупредили о возможном подорожании такси предстоящей осенью. Насколько уже выросли расценки и почему. Каковы темпы загородного строительства в республике. Представители каких отраслей в Татарстане стали хуже работать. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики. В студии Нина Горюнова. Здравствуйте. Услуги такси в Татарстане могут подорожать осенью этого года. Такой прогноз озвучили в Минтрансе республики. Чиновники связывают это со вступлением в силу нового российского закона о регулировании данного рынка. Региональное законодательство уже привели в соответствие с федеральным. Татарстанский закон о такси был принят в Госсоветном республике на прошлой неделе. Он начнет действовать с 1 сентября. Согласно новым правилам, водители такси должны будут проходить аттестацию и получать специальное разрешение на работу. Им также придется приобретать ОСАГО по тарифу для перевозчиков, который в несколько раз дороже полюса для обычных автомобилистов. В Татарстане установлены и требования к цвету машины такси – белый или желтый. По мнению экспертов, так называемые серые водители, которые работали неофициально, будут вынуждены уйти с рынка. А спрос останется прежним. Таким образом, цены на поездки вырастут, но ездить станет безопаснее. Чиновники считают, что подорожание услуг такси будет временным. Я думаю, спрос рождает предложение, поэтому цены сильно не вырастут. Просто серые машины, которые уйдут, на их места придут белые, станет больше аренды. Кто-то просто поменяет свои машины на белые, чтобы получить лицензию или стать самозанятым. Между тем, средний чек на поездки в такси в стране вырос в первом полугодии на 4-11%. Сервисы заказа такси вынуждены корректировать ценовую политику из-за удорожания автомобилей, их обслуживания, роста цен на бензин, запчасти, автомойки. Кроме того, на стоимость поездки на такси влияет и удорожание ОСАГО. Казань вошла в список городов с наиболее активными темпами загородного строительства. Об этом заявляют аналитики Авито. По их данным, во втором квартале спрос на все виды строительных услуг в столице Татарстана вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными были кладочные работы, рост сразу на 572%. Также повышенный спрос показали услуги проектирования, подготовки смет, газификация, фундаментные, изыскательные работы. Строительный сезон в самом разгаре. Большая часть новой загородной недвижимости возводится именно в период с весны по осень. Параллельно в отрасли растет и объем предложения. На Авито во втором квартале этого года число предложений услуг в сфере строительства по всей стране увеличилось на 34% по сравнению с прошлым годом. С большой уверенностью можно прогнозировать, что в текущем сезоне динамика роста рынка частного загородного строительства значительно превысит показатели прошлого строительного сезона. Примечательно, что наравне с ростом сегмента строительства домов и коттеджей под ключ спрос растет и на отдельные строительные работы. Поэтапная стройка становится выгодным вариантом. Владелец может покупать материалы и финансировать проект поэтапно, что дает большую гибкость в планировании бюджета. Между тем, цены на отделочные материалы вновь растут после снижения их стоимости в конце прошлого года. По данным коммерсанта, с начала этого года себестоимость ремонта в стране увеличилась в среднем на 11% из логистических сложностей и девальвации рубля. По прогнозам аналитиков, во второй половине года цены могут вырасти еще на 10-15%. Треть жителей Татарстана считает, что стали работать хуже, чем год назад. По данным Headhunter, чаще всего об этом говорили респонденты в возрасте от 25 до 34 лет, а реже всего в возрасте от 55 лет. В профессиональном разрезе о похудшении качества работы чаще всего заявляли представители сфер стратегии, инвестиций, консалтинг, информационной технологии и управления персоналом, тренинги. Тем временем, 22% жителей Татарстана уверены, что их эмоциональное состояние на протяжении последнего года оказывало позитивное влияние, и качество работы улучшилось. В частности, об этом заявили 26% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Среди различных профессий рост эффективности чаще прочих замечают в сферах безопасность, туризм гостиницы, рестораны и рабочий персонал. Еще 46% жителей региона считают, что качество их работы на фоне эмоций последнего года никак не изменилось. До встречи!